МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто хочет весело, задорно прокатиться вместе со мной, получить от этого удовольствие, а может быть, еще и денег получить? Ну, посмотрим. Есть ли желающие? О, я вижу вытянутую руку девушка. Девушка в красном пальто. Сейчас посмотрим, нужна ли машинка. Здрасте. Машинка нужна? Да, мне на Буденного Рашпилевская. Буденного Рашпилевская. Ну, рублей 250. Ну, давайте, я опаздываю. Садитесь. Здравствуйте. Еще раз я вас поздравляю, вы попали в программу «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Меня зовут Карина. Карина, есть желание не просто доехать до места назначения, а сделать это музыкально, весело и задорно? Это было бы здорово. Карин, ну а у нас первые туры, я расскажу, в чем заключаются его правила. Все, что от вас нужно, это желание спеть. Я предлагаю вам на выбор пять музыкальных жанров. Ретро, шансон, попса, рок или детская. Что вам ближе? Ну, давайте рок. Рок. Ух ты, какой интересный выбор. Ну, это ближе мне больше, действительно. А какая любимая песня из этого жанра? Или любимый исполнитель? Ну, даже не знаю, наверное, сплю. Ага, хороший выбор. На самом деле, я не знаю, какую песню сейчас выберет наша «Караоке-машина». Я знаю, что эта песня будет из жанра рок, и ваша задача – спеть ее так, чтобы понравилась мне. Если мне понравится, я сделаю вам скидку в 100 рублей, и ваша поездка обойдется вам всего лишь сколько? По 80. Правильно? Совершенно правильно. Вы еще к тому же отлично считаете. Ну что ж, проверим, насколько хорошо вы поете. Вы готовы? Да. Карин, я желаю вам удачи. Поехали. Знакомое начало? Да. Так, кто это? Это Любочка. Совершенно верно. Любой знает все. Подождите, еще вступление. Да, я вспомнила. А, это вы распеваетесь так? Да. Синегая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку? По-моему, неплохой, например. Кто бы знает все. Девочки на праздничке соберутся в круг. Ах, как танцует Любочка. Либо, либо, аморе, аморе. Либо, либо, любовь. Карин, ну я вас поздравляю, вы замечательно поете. Обещанная скидка в 100 рублей уже у вас, можно сказать, в кармане. Это очень радостно. Да, чувствуется, что опыт у вас хороший в этом направлении. В направлении Любочки. В направлении Любочки, тем более. Карин, ну я просто обязан предложить сыграть дальше и перейти во второй тур. Ну, если все так хорошо началось, я думаю, что можно попробовать. Я тоже так думаю. И даже уверен, что все у вас обязательно получится. А у нас второй тур, Карин. Его правила таковы. Прямо сейчас караоке-машина воспроизведет песню. Я не знаю, какого она будет жанра и кто ее будет исполнять, но ваша задача спеть ее настолько классно, чтобы понравилось случайным прохожим. Потому что именно они в этом туре будут оценивать ваши вокальные способности. Если им понравится, я довезу вас до местного значения совершенно бесплатно. Я вам это обещаю. Ну, а если, увы, им не понравится, тогда я буду вынужден вас высадить на том же месте. Вас напасно, ну давайте. Попробуем? Да. Ну что, у нас второй тур. Карин, ну сейчас мы попробуем найти прохожего, который нам обязательно поможет. Ну, нам, то есть вам, естественно, в первую очередь. И не испугались. А вот я вижу девушку, я вижу девушку полумесяцем бровь. Девушка, девушка, простите, пожалуйста, можно вас на секундочку? Здравствуйте, это программа караоке-такси. Помогите, пожалуйста, нашему участнику. От вас ничего не потребуется. Карина вам споет, а вы скажете, хорошо она поет или плохо. Если она поет хорошо, я отвезу ее бесплатно. А если она поет плохо, я ее высажу прямо здесь. Нет, это буквально пару минут. Ой. Хорошо. А как вас зовут? Светлана. Светлана. Карина, опускайте окошко. Нашу участницу зовут Карина. Здравствуйте. Ну что, я желаю вам удачи. Поехали. 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 Вся в слезах и губной помаде, перепачканное лицо. Нужно стараться, хочет, наверное, победить. Хочу, что я ее бесплатно, да? Посмотрим, какой вербикт вынесут наши прокураты. Ледяной, есть сегодня идти одной, вдоль по улице ледяной. Ну вот, что скажете? Серьезно? С Ивана лучше, чем С Ивана. То есть я везу ее бесплатно? Конечно. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Карин, ну я вас поздравляю. Спасибо. Как и обещал, я совершенно бесплатно вас отвезу до места назначения. То есть ваша поездка обойдется вам в ноль рублей. Ну и когда вы уже ничего не теряете, я предлагаю сыграть дальше. И перейти в третий тур. Ну да, давайте. Вы согласны? Да. Ну что, мы едем дальше. Карина еще не знает, что им делать. Карина, итак, у нас третий тур, и правила его таковы. Прямо сейчас наша караоке-машина будет воспроизводить попури из разных песен, разных лет и разных жанров. Ваша задача – петь и ни в коем случае не останавливаться. По результатам этого тура караоке-машина выдаст определенное количество баллов. Эти баллы я умножаю на 10. В денежном эквиваленте именно такова сумма появится в вашем кармане. Иными словами, чем лучше споете, тем больше получите. Здорово. Правила понятны? Да, да. Я желаю вам удачи. Ой, спасибо. Ну, пока неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Районы, кварталы, жилые, красиво. Я ухожу, ухожу красиво. И дальше. ПЕСНЯ И дальше. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Карин, ну а мы приехали до местного назначения. Я вас поздравляю, вы замечательно справились и с этим заданием. Осталось лишь узнать, во сколько баллов оценила ваши вокальные способности наша караоке-машина. Вы на какую сумму рассчитываете? Ой, я даже не знаю. Я надеюсь, что не будет столько меня судить. Карина, я вас поздравляю, 60 баллов. По-моему, это замечательный выигрыш и замечательный результат нашей с вами поездки. Как и обещал, эту сумму я умножаю на 10. Вы получаете сколько? Получается 600. Правильно. Я вас еще раз поздравляю, желаю хорошего дня. Спасибо большое. Вам тоже удачного дня. Спасибо, всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаю поиски того, кто хорошо поет, хорошо танцует. Я вижу поднятую руку девушка. Девушка замечательная. Мне сегодня прям повезло. Здрасте. Юбилейный проспект Чикиста. 350. 300. Поехали. Себе в убыток. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Катя. Катя, я предлагаю нашу поездку превратить в музыкальное путешествие. Весело, задорно, с песнями доехать до места назначения. Как вы на это смотрите? Ну, хорошо. Я чувствую, что вы хорошо поете. Да, но есть одна особенность у меня. Какая? Когда я училась в шестом классе, меня выгнали из хора. Я вас постараюсь не выгнать из машины, но ваша задача петь. Ну, если не выгоните, тогда поехали. Поехали, да? Я буду очень стараться. Вы согласны? Да. Поехали. Катя, на юбилейный, на работу или в гости? Куда направляетесь? Я сейчас еду к подруге. Ага. Сегодня первые лунные сутки. Ух ты. И мы с ней всегда в первые лунные сутки встречаемся и планируем в настоящий месяц записываем в особом блокнотике планы, цели. А потом через месяц опять встречаемся и смотрим, что исполнилось. И, знаете, это очень эффективно. Ого. Вы меня сейчас просто загнали в тупик. Я даже не знаю теперь, что у вас спросить. Подождите. Давайте начнем с того. А откуда вы знаете, что сегодня первые лунные сутки? Ну, как, в календаре посмотрела в лунную. Я всегда жду этого дня. А почему именно на первые лунные сутки нужно это делать? Такая, ну, как считается, традиция, правила, согласно правилам фэн-шу или особенностям лунного календаря, как хотите это называйте, но это работает. То есть всегда в этот день. Только единственное, что луна не должна быть без курса. То есть нужно, опять же, посмотреть в интернете, когда луна нормальная. И в эти часы встречаться, планировать настоящие цели, задачи. И там идет прямо по разделам и финансы, и семья, и все, что хочешь записывать. И потом это все исполняется. Ага. В нами живем. У вас специальное образование, наверное? Ну, нет, такого нет. Или это просто хобби такое? Да. Фэн-шуй. Ну, да, можно так сказать. Замечательно. Ну, а я скажу, что у нас первый тур. Хорошо? Хорошо, да. Итак, Катя, у нас первый тур, его правила таковы. Вам нужно будет спеть песню. На выборы я вам предлагаю ретро-шансон, попса, рок или детская. Что вам по душе? Что по фэн-шую? Ну, судя по тому, что после шестого класса мне как-то не задалось, давайте детская. Давайте детская. Хорошо. На самом деле, я не знаю, какую песню выберет караоке-машина. Я знаю, что она будет по жанру детская. И ваша задача спеть ее так, чтобы понравилось, ну, скажем так, мне. И еще и угадать, да? Я думаю, вы ее угадаете. Конечно, это будет популярная детская песня. Если мне понравится, я сделаю вам скидку 100 рублей. Отлично. Я согласна на все. Согласна, да? Итак, у нас первый тур. Ну что, я желаю вам удачи. Спасибо. Удивите меня. ПЕСНЯ И самое главное, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, по-моему, неплохо, Катя. Я вас поздравляю. Обещанная скидка в 100 рублей у вас уже в кармане. Ура! По-моему, неплохо. Спасибо большое. Не знаю, за что вас выгнали из хора в шестом классе. Хотите сказать, за что. Скажите. Мы пели песню «Крейсер Аврора». И я единственный человек, которая пела не крейсер, а крейсер. Я не могла пить крейсер. И мне учительница говорила, 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 а потом говорит, все, не приходи больше. Как зовут учительница? Я не помню. А вот и жалко. Сейчас бы мы ей сказали, как правильно, крейсер или крейсер. Нельзя, нельзя так вот из-за одного слова выгонять. Может быть, эта учительница погубила такой талант. Ну, сейчас-то всем понятно, какой талант. Хороший талант. Да, поэтому я предлагаю вам перейти во второй тур. Конечно, я с удовольствием. Мы докажем вместе с вами, Катя, что вы обладаете замечательными вокальными способностями. И пусть эта учительница кусает себе локти. Пусть кусает, если достанет. Итак, Катя, второй тур. Да. Мы едем дальше. Кать, ну а вообще вы работаете, учитесь в Краснодаре? Я уже давно отучилась, мне уже 28 лет, как ни странно. Даже и не скажешь. Да, я занимаюсь сейчас, я инструктор по йоге. И поэтому я так молодо выгляжу. А, то есть йога все-таки омолаживает. Омолаживает, представьте себе, посмотрите на меня. Да, вот я смотрю на себя и понимаю, что мне... Ну, приходите ко мне на занятия. ...нужно заниматься йогой. Да, я с удовольствием вас потренирую. Да? Да, с песнями. С песнями? Да. А там песни какие в йоге? Ну, пока никаких, но сегодня я выучу и буду их петь вам на тренировке. Хорошо, я обещаю, что я приду к вам, буду заниматься, буду омолаживаться. Да, конечно. А у нас второй тур, Кать. Его правила практически схожи с первым туром. Вам потребуется спеть песню, но оценивать ваши вокальные способности буду уже не я. А что? А случайная прохожая. И если им понравится, как вы споете, я довезу вас совершенно бесплатно. Это супер. Да, но если им не понравится, увы, Кать, я буду вынужден вас высадить. Ну, да, но я буду очень стараться. Хорошо. Еще один немаловажный момент. Песню и жанр будет выбирать сама караоке-машина. Ни я, ни вы не будем знать, что это за песня. Даже не зная слов, спойте ее так, чтобы понравилось случайному проходу. Хорошо. Смотрите, вот сидит. Вот молодой человек. Мне кажется, он так и хочет меня оценить. Здрасте, можно вас на секундочку? Это программа «Караоке-такси». Помогите нам, пожалуйста. От вас ничего не потребуется, просто оценить вокальные способности нашей участницы Екатерины. Она вам споет, а вы скажете, хорошо или плохо. Если хорошо, я отвезу ее бесплатно. Если плохо, я ее высажу прямо здесь. Может быть, мне нужно выйти? Нет, не нужно выходить. Если вы хотите подтанцевать... Да. А, вот так. Вдруг я песню знаю. Владимир. Катя, ну, если вы пригласите Владимира на медленный танец... Ну, откуда вы знаете, что песня будет? Хорошо, сейчас посмотрим, какую песню выберет наша караоке-машина. Будет слышно. Будет слышно. Катя, я желаю вам удачи. Спасибо. Владимир, судите строго. Поехали. Какое-нибудь трекущее начало. Ага. Та-дам-та-дам. Заигрывает, заигрывает с Владимиром. Уш ты. А вот мне не с кем танцевать, поэтому я танцую сам с собой. Так, чувствую, у нас появится еще один участник. Сейчас мы его заберем с собой. Наверное, я хотел бы оказаться на месте Владимира. Ну, хватит, Екатерина, смущать Владимира. Он женат, можно так сказать. Можно. Владимир, ну, что вы скажете? Мне понравилось. Ну, еще бы, мне тоже понравилось. То есть я везу ее бесплатно? Да, пожалуйста. Хорошо. Вот такие вот обнимашки, целовашки. Ах, женщины, женщины. Я вас поздравляю. Спасибо. Вы, можно сказать, вы танцевали эту победу во втором туре. Владимиру вы тоже очень понравились. Я это вижу. Номер телефончика не брал? Мне кажется, у него детское кресло назовели. Ах, вот, все разглядело. Пока его жена. Хорошо. Тогда я предлагаю сыграть дальше. У нас третий тур, вы согласны? Конечно. Отлично. Катя согласна. И мы едем далее. Катя, но в третьем туре вы уже не сможете себе вытанцевать победу, потому что оценивать будет уже не я, не Владимир, а наша караоке-машина. Ну, вот, собственно, я плавненько подвел к условиям третьего тура. Прямо сейчас караоке-машина выдаст попури из разных песен, разных лет и разных жанров. Ваша самая главная задача – петь и не останавливаться, даже если вы не знаете слов. По результатам этого тура караоке-машина выдаст определенное количество баллов. Эти баллы я умножаю на 10, соответственно, в денежном эквиваленте эта сумма появится в вашем кармане. Иными словами, чем лучше споете, тем больше заработаете. Правила понятны? Да. Пойте и не останавливайтесь. Итак, у нас третий тур, вы готовы? Конечно. Но еще бы. Поехали. Удачи. ПЕСНЯ 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 Ну что, Катя, я вас поздравляю. Вы очень даже замечательно прошли и этот тур. Спасибо. Сейчас осталось узнать, во сколько баллов оценила ваши способности наша караоке-машина. ПЕСНЯ 70 баллов, да, да, я думаю, караоке-машине еще понравилось, как вы танцевали с Владимиром. Она у нас все видит. Правильно я поняла, что вот из 100% возможных я на 70% приблизилась к идеалу. Да, 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 да. 700 рублей, именно такой ваш выигрыш, я вас поздравляю. По-моему, неплохие деньги. Конечно. Будет на что купить печенюшки вместе с подругой, да? Спасибо вам большое. Катя, взаимно вам спасибо. Вы замечательно поете. Да. Привет вашей учительнице. Не разглядела она талант. Вам хорошего дня. И вам также. Пока. Всего доброго. Привет, подружки. Хорошо. Ну что ж, а на сегодня мой рабочий день подошел к концу. Огромное спасибо компании «Автодар» за эту теплую и уютную машинку. Пока. Увидимся на улицах нашего города. Субтитры сделал DimaTorzok